Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро за бортом 15 градусов Сегодня у нас температура воздуха прогреется до 18 Кому интересно И вообще на этой неделе у нас будет в основном 20 Завтра 23 обещают И примерно в таком же ключе будут последующие несколько дней Ну, для начала коротенькая сводка По тому, что у нас представляет коронавирус на вчерашнее число Всего в Канаде было зарегистрировано 78 тысяч случаев заражения И без небольшого количества 6 тысяч смертей Вместе с тем, собственно, вчера была конференция, как обычно Например, министра провинции Если мы говорим про Квебек То в Квебеке у нас продолжается Мы продолжаем держать пальмы первенства У нас 43 600 случаев И 3600 смертей случаев Из-за COVID-19 Но что сказал премьер-министр провинции Квебек Это то, что у нас, наконец-то, количество случаев стабилизировалось То есть вспышек никаких нет Количество более-менее ровное И это позволяет объявить о том, что Монреаль Так же, как и вся остальная провинция Квебек Будет выходить из-за ситуации карантина и самоизоляции Начиная с 25 мая Что, собственно, позитивно Опять же, еще раз говорю, что это будет не такое вот разовое А постепенно Постепенно, постепенно, постепенно Собственно, в других провинциях ситуация несколько лучше Я знаю, что в Альберте на прошлой неделе уже открылись Паблик спейсис Все какие разные, включая торговые молы для посетителей В Новой Шотландии вообще ничего не закрывалось Ну, там, собственно, ситуация была лучше Если мы говорим про Альберта, там всего 6600 заражений И 127 смертей Если мы говорим про Галифакс Там всего 100 тысяч, точнее, заражений И 55 смертей Если мы говорим про Нью-Брансвик, тоже Атлантика Там всего 120 заражений и общенедной смерти Ну, то есть, КВБ трудно сравнивать В силу нашей уникальности Но, как бы то ни было, еще раз говорю Что у нас положительная динамика И мы постепенно выходим из этого затянувшегося медицинского кризиса И что я еще хотел рассказать сегодня Это то, что была несколько дней назад Конференция с министром эмиграции Симоном Желаем Бареттом И он, значит, сказал следующее На вопрос по поводу того Что у нас там будет с нашей эмиграцией провинциальной Что работа не прекращалась Работа ведется И в ближайшее время будут выданы на рассмотрение Новые правила по эмиграции в провинции КВБ Что он отметил? Он отметил, что в связи с тем, что ситуация Из-за COVID-19 повлияла на ситуацию на рынке труда Что количество безработных увеличилось Уровень безработицы увеличился То, соответственно, вот этот фактор того, что У нас поменялась ситуация на рынке труда Отразится и на критериях отбора Потому что он сказал, что мы по-прежнему считаем Что эмиграция должна базироваться прежде всего На потребностях рынка труда И если рынок труда нуждается, мы должны привозить больше Если рынок труда не нуждается, мы должны привозить меньше Из чего, соответственно, мы делаем вывод Что критерии будут ужесточены, скорее всего И, соответственно, опять же, возможно Оптимистические планы, которые были связаны с тем Что постепенно будут увеличивать квоту на эмиграции в КВБ Они, скорее всего, не реализуются Квота в лучшем случае останется на том же самом уровне А может быть, они опять начнут ее урезать В общем, такая позитивная, в кавычках, я бы сказал, информация Но, опять же, для успокоения Если мы говорим про глобальный план и курс на эмиграцию По эмиграции, что на федеральном уровне, что на провинциальном То и там, и там власти подчеркивают Что Канаде и провинции нужны эмигранты И проблема старения населения никуда не делась И мы планируем только увеличивать эмиграцию Но никак не сокращать Для тех людей, которые все время опасаются Что эмиграция закончится, закроется Нет, это не сейчас, не ближайшие даже пару лет Поэтому готовьтесь, все будет хорошо, все будет замечательно Да, всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok